Нельзя не отметить, в Соединенных Штатах 44 армейских генерала и адмирала, ну правда отставные, обратились в администрацию Белого дома с экстренным призывом немедленно оказать помощь Израилю в предоставлении ему самого современного вооружения. Речь идет в основном об F-15E самолетах, F-35, авиазаправщиков КС-46А, это летающих и высокоточных планирующих бомб типа JAN. Это вот то, что Соединенные Штаты сегодня предоставляют нам. Мотивируют они это тем, что Иран стоит в шаге от создания атомной бомбы. И только Израиль на сегодняшний день проявляет четкую твердую позицию и заинтересованность в том, чтобы не допустить создания в Иране атомного оружия. И готов сегодня, как я понимаю, Израиль готов сегодня физически воспрепятствовать созданию атомного оружия в Иране. Поэтому они обратились, ну для нас это не совсем хорошо, потому что это возникает еще один очаг напряженности. И как видите, ну куда идут за помощью? Опять идут к Соединенным Штатам. И соответственно вопрос раздвоения, потянет ли боливар двоих, вынесет ли боливар двоих, естественно мы задаем себе такой вопрос. Хотя Соединенные Штаты в принципе настолько мощная страна, они же потянули два Ленд-Лиза в годы Второй мировой войны. И Британия получала Ленд-Лиз, и Советский Союз получал Ленд-Лиз. Вот, так что будем надеяться, что это никак не скажется на той поддержке, которую оказывают Соединенные Штаты Украины сегодня и сейчас. Дальше, провели расследование, немецкое издание Ти-Онлайн сообщает, что на основании проведенного расследования Москва привлекала военный флот, чтобы прикрыть подрыв Северного потока. Так что, видите, все тайно и рано или поздно становится явным. На основании расследований все-таки все равно пришли к тому, что Россия сама рванула этот Северный поток и теперь пыталась переложить ответственность на Европу или на других. Ну, даже версию рассматривали, что это наши диверсанты, там опять приплыли и как-то там взорвали этот поток, что якобы. Ну, у нас нет глубоководных средств, таких как у Российской Федерации. Так вот, немецкое издание сообщает, что за несколько дней до взрывов на газопроводах Северный поток-1 и 2 вблизи этих мест взрыва находились военные корабли России. В частности, за неделю до взрывов, 19 сентября, начались обширные маневры Балтийского флота Российской Федерации, которые могли быть использованы в качестве прикрытия для реальной миссии. Официально для участия в маневрах также выдвинулись водолазы 313-го отряда специального назначения из базы Балтийск в городе Калининграде. Это элитные солдаты, обученные подводным взрывным и диверсионным операциям. В последующие дни эти подразделения, в последующие дни эти подозрительные суда обнаружили в районе места преступления над газопроводом Нордстрим. То есть, они сами же взорвали и потом сами же обнаружили то место, где был произведен взрыв вот этих трех ниток, две Северного потока-2 и одной нитки Северного потока-1. Видите, как хитро. Вроде как сами же обнаружили, а еще, оказывается, сами же и взорвали. Вот такое расследование. Так что Россию в очередной раз поймали на лжи и на попытки списать свои проступки на кого-то другого. Продолжение следует... Продолжение следует...